Я не могу придумать лучшего способа начать вторую сотню эпизодов Дейли Ви, чем с этого невероятного имейла от Андре. И то, что из его видео мы сделали эпизод 101, дает возможность показать, чего мы добились все вместе за последние 100 эпизодов. Ну что, с последующей сотни эпизодов, друзья. Перед тем, как я начну, поднимите руку те из вас, кто понятия не имеет, кто я и о чем я буду беседовать. Давайте, по-честному, поднимайте. Вот это больно. Мне приходят тысячи имейлов в неделю. Как найти себя? И я буквально отвечаю, я не знаю. Я могу сказать вот что. Спросите себя, если бы я мог заниматься чем-то постоянно, чем угодно, что бы это было. Мы по-настоящему счастливы, когда можем заниматься тем, что любим. Когда у тебя есть такая возможность, ты выиграл. Вот почему идея стать предпринимателем кажется такой привлекательной. Но тут есть одна загвоздка. Многие наивно полагают, что только потому, что они что-то там говорят, люди будут к ним прислушиваться. Тебе ведь, ко всему прочему, нужно быть талантливым в своем деле. Как тебе удается себя мотивировать? У меня встречный вопрос. А как же иначе? Ты вытащил самый счастливый билет во вселенной. Ты родился человеком на этой земле. И ты хочешь сказать, что тебе недостаточно мотивации? И ты не против просто существовать как амеба и ждать смерти? Ты отвратительный. Я не знаю, но стукнет тебе 90. Ты будешь оглядываться назад, и что тогда? Когда, если не сейчас? Слушайте, вокруг слишком много людей, которые постоянно жалуются. Невероятное количество циников. Столько. Тебе просто повезло. Каждый указывает на недостатки окружающих. Да вы на себя посмотрите. В конце концов, ты уже ничего не сможешь изменить. Все будет ясно через 20, 30, 40 лет. Что ты на это скажешь? Это результат в чистом виде. Что о тебе думают люди, которые тебя окружают? Что ты оставил после себя? Как ты повлиял на людей? Все гонятся за деньгами. За славой. Важно не это, а то, как ты изменил других людей. Что думает о тебе твоя семья? Как тебе относятся твои друзья? Ты можешь быть и самым лучшим предпринимателем на свете, и хорошим человеком, и повлиять как-то на общество. Если у тебя есть талант, можно быть всем этим одновременно. Вот в чем фишка. Если ты достоин, если ты достаточно хорош, чтобы быть на вершине, чтобы заколачивать бабки, в общем, если ты по-настоящему хорош, тебя никто не сможет остановить. Ни хрена в Дональд Трамп, никакие русские. Никто! Принадлежите вы к меньшинствам. Вы женщина. Вы транссексуал. Да хоть вы чертов инопланетянин. Рынку наплевать. Если вы делаете что-то лучше остальных, вы выиграете. Если кто-то, на кого вы похожи, смог добиться успеха, сможете и вы. И то, что по-настоящему тяжело, намного тяжелее, чем найти деньги или получить уважение, так это стать первым на рынке. Когда мне кто-то говорит, Гарри, я не могу найти спонсоров, потому что я женщина, или я не могу найти денег, потому что я живу в Мексике. Чувак, намного сложнее создать продукт, который покупатели признают реально лучше остальных, чем убедить каких-то старых белых мужиков на Сент-Хилл-Роуд выписать тебе чек. Так что если это тебе мешает сейчас, ты в полном дерьме. По сравнению с рынком, те белые старые мужики расисты, белые и пушистые. Нужно начинать что-то делать, нельзя просто думать об этом. Это тебе не секрет. Каждый может жить так, как хочет, но если ты хочешь построить что-то стоящее, если хочешь создать большой бизнес, то труд — это первое, второе и третье слагаемое уравнение. Когда у тебя присутствуют качества, позволяющие быть предпринимателем и иметь свой собственный бизнес, и замахиваться на богатство, и все те вещи, которые идут вместе с ним, ты обязан прикладывать усилия. Обещаю, если ты рассмотришь 8 часов своего дня, то ты обнаружишь, что 2-3 из них уходят на ерунду. Труд — это одно из слагаемых успеха. Труд. Не существует ни одного успешного человека, который бы не добился своего безогромного труда. Никто из тех, кто сейчас это смотрит, не смог бы назвать хотя бы одного человека, который добился успеха, не ударяя палец о палец. Знаешь, на что я сейчас настроен? Я настроен на эпичное наставление. Я в хорошем расположении, посмотрим, что сегодня произойдет. Если у вас есть работа, вы не предприниматель. Я знаю, это больно слышать, но я снова скажу это. Если же вы в данную минуту бежите через аэропорт или едете по дороге и спешите на свою работу, то вы, мой друг, никакой не предприниматель. Вы не можете просто взять и решить, что вот отныне я предприниматель. Есть огромная разница между тем, чтобы быть предпринимателем, иметь к этому предрасположенность, и тем, чтобы являться по-настоящему успешным предпринимателем. Смысл вот в чем. Слишком много людей играют в полсилы. Ты либо делаешь, либо нет. Ты и подумать не мог, что оказывается, в дне есть 15-16 часов для работы. Ты-то думал, что я преувеличиваю? Тебе не приходило в голову, что каждая минута ценна? Ты не подозревал, что так проходит каждый день, всегда. Ты вообще играл в другую игру. Кстати, помни, что тебе еще нужно расхлебывать все неприятные аспекты своей деятельности. Здорово быть в 21 год успешным. Если ты проиграл, ты проиграл. Поймите, что у вас есть возможность бросить вызов всему миру в совершенно новых условиях, просто потому, что вам повезло родиться в этой эре. Каждый раз, когда происходит переключение нашего внимания, огромное количество денег как зарабатывается, так и теряется. То, что ты не первый, не значит, что ты не можешь быть лучшим. Как только поймаешь волну, тебя не остановить. Что ты думаешь об этом? Я могу тебе сказать, что делать. Я дам тебе в руки отвертку. Но если ты не пойдешь и не станешь действовать, то эта отвертка совершенно бесполезная. Многие видят только конечный результат. Они смотрят на Леброна в настоящее время, или на Коби сегодня, на то, какая Бьонс и сейчас. Вот представьте, я сижу на диване и думаю себе, этот спортсмен считает, что он круче всех. Но при этом я не принимаю во внимание, что последние 22 года они просыпались в 5 утра, чтобы добиться своего и прийти вот к этому моменту. Нужно реально смотреть на вещи. Вечно откладывать и обдумывать, и плакаться ни к чему не приведет. Вы можете плакать, только тогда вы проиграете. У меня для вас плохие новости относительно жалоб и причитаний. Всем наплевать! Никто вас не станет жалеть. Но кому вас может быть жалко? А я вам скажу кому. Знаешь, кому можно пойти поплакаться? Другие неудачники, которые вас окружают. Это один нескончаемый круговорот неудачников. Вы либо окружены людьми, которые вечно тянут вас вниз, либо теми, кто вас приподнимает. Но я вам точно могу сказать, что успешные люди в вашем окружении не переживают за то, чтобы вы тоже добились успеха. Я думаю, люди боятся опозориться на глазах у других. Друзья, хочу сообщить вам, что с превеликим удовольствием готов перед вами опозориться. Потому что, во-первых, мне плевать, что вы обо мне думаете. Во-вторых, я выведу какие-то уроки из этого. И в-третьих, прошлые неудачи заслуживают уважения. Скорость в 4 миллиарда раз важнее, чем идеальная экзекуция. То, сколько вас помешанных на том, чтобы все сделать как надо, вместо того, чтобы просто брать и делать, приводит меня в ужас. Мы живем в мире с кучей возможностей. Приход интернета породил для каждого из нас огромное количество возможностей. Мне плевать, если вы считаете меня самым успешным или хреновым Мессайей, или наоборот, куском дерьма. Встретимся в 20-м, 30-м, 40-м. Договорились? Посмотрим нахрен тогда. Пожалуйста, остановитесь на секунду и задумайтесь, насколько все здорово. Знаете, успех зависит от нескольких вещей. Я думаю, понимание себя самое важное из них. Если вы не знаете себя, то вы не можете знать свои сильные стороны. И у вас нет ни единого шанса. Вы просто будете крутиться на одном месте. Мы все знаем, кем являемся на самом деле. Иногда это неприятно осознавать. В чем ты по-настоящему хорош? Чем тебе нравится заниматься? Потому что существует невероятное количество возможностей. Но проблема в том, что мы боимся делать по-другому, потому что нас приучили переживать о том, что подумают другие. Мы беспокоимся об осуждении со стороны других, если мы провалимся. Если ты не самый ярый свой фанат, то ты уже проиграл, потому что рынок тебя заживо съест. Каждый день, 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Я буду напоминать вам о том, насколько феноменальной является наша жизнь. Всем плевать, и ни правительство, ни ваша мама вам не помогут. Отвечай за свои слова. Знай, что мир никогда не был лучше. У нас у всех больший шанс, чем когда-либо. Мы можем заниматься, чем хотим. Мы невероятно сильны. Нам просто отовсюду твердят, что это не так, потому что люди будут тратить огромное количество денег на то, чтобы изменить это недостаточно красивый, недостаточно худой, умный, ценный. К черту это все. Я хочу сказать вам, ты самый лучший. Теперь иди и трудись. Да я просто очень за вас болею. Я хочу, чтобы у вас получилось. Я верю, что вы все сможете. Кстати, я не утверждаю, что каждый может добиться своего. Многие из вас ни о чем. Некоторым не хватает опыта. Как вы думаете, почему я говорю про понимание себя? Я хочу, чтобы вы действительно пытались добиться высот в том, к чему вполне возможно у вас есть талант, потому что именно так каждый нащупает свои сильные стороны. Сколько еще мотивации вам нужно? У вас всего-навсего одна жизнь. И она пройдет быстро. Проблема большинства из вас, и почему так мало всего происходит в жизни многих, в том, что вы не можете определиться. Вы сами не знаете, чего хотите. Вы просто запутались. Хватит уже ходить кругами. Найдите то, чем хотите заниматься. Поймите, как к этому прийти, и идите за своей целью. Самая большая отрава в нашем организме — это чувство сожаления. Самая настоящая отрава. Каждый из присутствующих уже имеет за пазухой две, три, четыре вещи, о которых он может вспомнить без труда и о которых сожалеет. Сейчас это не так сильно давит. Жизнь только началась. Но если вы поговорите с людьми за 80 или 90 лет, они вас сразу научат тому, что чувство сожаления — это самое поганое, что может быть. Когда ты видишь в глазах другого человека сожаление, ты буквально чувствуешь его боль, потому что изменить он уже ничего не может. Когда тебе 90, и ты с трудом двигаешься и быстро устаешь, все, изменить ничего нельзя, все кончено. Ты не можешь построить ту компанию, о которой мечтал. Ты не можешь провести время со своим ребенком. Чем бы ты занимался, если бы мог заниматься только этим делом? Единственное решение, которое вы должны принять, это то, о котором вы будете жалеть в наименьшей степени, когда вам будет 90. Мои советы в основном для тех, кто вечно жалуется. И этот конкретно для них. Я не сержусь на вас, если вы играете в Мейдон. Я не сержусь, если вы смотрите Лост или засиживаетесь за просмотром целого сезона карточного домика. Я не сержусь, если вы целыми днями играете в Call of Duty. Но я прихожу в ярость, если, делая все это, вы жалуетесь на то, что у вас нет денег и что ваши мечты не превращаются в реальность. Очень важно иметь мечты, но нужно быть практичным. Мир отличается от того, что рассказывали вам мама с папой. Мир не прогнется под тебя вне зависимости от того, какие у тебя ожидания. Еще куча всего успеет поменяться. Мир меняется каждый чертов день. Важно как настаивать на своем, так и уметь быть терпеливым. И если ты узнаешь, как управлять и тем, и тем, у тебя все получится. Поэтому те люди, которые нажимают с обеих сторон, в конечном итоге выиграют. У меня для тебя маленький секрет. Поступать правильно всегда правильный выбор. Хочешь, называй это кармой или любым другим именем, как угодно. Поступать правильно всегда правильный выбор. Труд превосходит все остальное. Это то, что нельзя оспорить. Можно вступать в дебаты насчет таланта или удачи, или же обстоятельств, но невозможно оспаривать тот факт, когда кто-то по-настоящему вкалывает. Ты либо вкалываешь по 15, 16, 18 часов, и это дает тебе преимущество, чтобы стать успешным в том, чего ты хочешь, либо нет. Я просто не понимаю, как можно ходить понурым в понедельник утром. И многие из вас должны кое-что услышать. Мы живем в лучшее время, чтобы стать предпринимателем или руководителем, если это то, чего вы хотите. Нужно перестать жаловаться и откладывать на потом, потому что всем наплевать на вас. Спасибо! Хорошо. Чувствую себя отлично. Продуктивно. 24 на 7, 365 дней в году. Вот и все. Ничего лучше я себе не мог бы и пожелать. Чтобы кто-то, ниоткуда не возьмись, взял и сделал настолько качественный контакт, который бы улавливал всю суть того, чем я занимаюсь. И это настолько же для вас, насколько и для меня. Когда я смотрю комментарии, мне это очень по душе. Я просто хочу выразить свою благодарность. Пожалуйста, подписывайтесь. Пожалуйста, поделитесь этим видео с кем-то, кто должен стать частью этого сообщества. Сейчас самое время. До завтра. Впереди сумасшедшая неделя. Чикаго, съемки в ЛА, много качественного контента. Я думаю, вам он придется по душе. До встречи! Переведено и озвучено студией Трэмпель. Субтитры сделал DimaTorzok